Если качественное спортивное питание, то Доктор Хоффман. Доктор Хоффман – это уникальные рецептуры, немецкие ингредиенты, высокая биологическая и энергетическая ценность. Доктор Хоффман – залог вашего здоровья. Специфика подготовки в американском футболе привлекательна тем, что спортсмен одновременно обладает такими, на первый взгляд, несовместимыми качествами, как массивные мышцы и быстрая скорость. В самом деле трудно представить человека с объемом бицепса под 50 сантиметров и весом 120, который пробегает 100 метровку за 12 секунд. Игроки должны иметь взрывную силу для ускорения, прыжков, теклов, резкой смены направления, тиснения противников. Им нужна мышечная масса для создания защитного корсета. Хотя футболисты имеют экипировку, она спасает далеко не всегда. Чтобы бороться за позицию, нужна сила и мощность, чтобы технично обойти противника, ловкость и скорость. Тренировки американских футболистов совмещают в себе силовую и функциональную подготовку. Основой в подобных тренингах является пауэрлифтинг, силовой тренинг, упражнения, позволяющие развивать скорость и реакцию. Часто такие тренировки включают в себя функциональную подготовку, что позволяет избежать травма во время игры. Шон Рэй, Ронни Коулман, Джей Катлер, Робби Робинсон, Боб Сапп, Дуэйн Джонсон, даже Владимир Турчинский – все эти звезды железного спорта начинали именно с американского футбола. Следуя принципу короткой и интенсивной тренировки, американские футболисты тренируются комплексами, рассчитанными на 10 минут. В комплекс входят 10 отжиманий, 5 подтягиваний и 15 приседаний. Выполняется это раундами в 10-килограммовом жилете. Эти принципы тренировок сочетают в себе быстрые темпы, хорошие вариации движений в каждом комплексе. Одна из самых популярных тренировок у американских футболистов – это так называемый комплекс «Кроссфит диско». Он состоит всего из двух движений. Нужно подтягиваться и брать на грудь штангу весом на 15% меньше собственного. Для того, чтобы в этом виде спорта стать быстрее, мощнее и сильнее, практикуется классическая программа межсезонья – нечто среднее между «Кроссфитом» и «Стронгом». Так тренируются в основном крупные атлеты, линии защиты и нападения, а также лайнбекеры. Но это не самые взрывные участники на поле. Раннинг-беки, ресиверы и конор-беки – это футболисты ростом 180-195 см и весом до 100 кг, которые легко жмут сотку на 20 и более раз. Но самый главный козырь футболистов – это прыжки. На драфтестах 2015 года конор-бек по имени Байрон Джонс прыгнул с места в длину на нереальные 373 см и показал вертикальный прыжок с места 115 см. Короче, игрокам американского футбола нужно бегать, прыгать, жать, ну и само собой еще и футбол играть на высочайшем уровне. В общем, полный универсализм. Атлеты очень много работают над общей физподготовкой, но они не могут тренироваться 3 раза в неделю как спринтер, 3 раза в неделю для прыжка в высоту, 3 раза в неделю для прыжка в длину и еще 2-3 раза в неделю с железом. Даже принимая допинг, что очень распространенное явление в этом спорте, невозможно тренироваться в таком стиле. Поэтому они делают все и сразу, то есть используется сопряженная система тренировок. Ее суть заключается в том, что тренируются различные качества в недельном микроцикле, а движения меняются от недели к неделе. Основой всего служит тренажерный зал. При этом набору массы не уделяется большого внимания. В неделю проводятся 4 тренировки с железом. Две из них – это тренировки в верхней части тела, преимущественно жим лёжа, и две тренировки на нижнюю часть тела – это прыжки и приседания. Две тренировки в недельном микроцикле – это тренировки максимальных усилий. Первое упражнение в день максимальных усилий проходит до установления рекорда в выбранном упражнении на 5, на 3, на 2 и даже на 1 повторение. Одна такая тренировка на низ тела и еще одна для жима лёжа. Еще две тренировки – это тренировки динамических усилий. Суть ее заключается в развитии быстрых мышечных волокон, научив свое тело выдавать максимум усилий за минимальное количество времени. В общем, американский футбол и тренировочный процесс включают в себя очень много стратегий. Так что это не просто беготня качков, отбрасывающих друг друга в стороны. Даже если в ваши планы не входит вступление в ряды НФЛ, разнообразие в тренинг элементами подготовки игроков американского футбола можно значительно прибавить в результатах и внести действенные корректировки в свою повседневную программу тренировок. На этом все, друзья. Это был канал «Спортфаза. Перезагрузка». Подписывайтесь. Продолжение следует...